Вышивка с Fumato Вышивка с Fumato это разновидность фотовышивки из программы InBird. Дизайны, созданные в этой технике, исключительно красивы и выразительны, а вышивка изысканная, нежная и при этом имеет относительно небольшое количество стежков. Однако, несмотря на широкую распространенность программы InBird в вышивальной среде и доступность данной программы, дизайнов в этой технике крайне мало. Это связано прежде всего с тем, что из большинства изображений без предварительной специфической обработки в графическом редакторе не получается. Хороший результат. В этом видео я хочу познакомить с параметрами объекта с Fumato и с основными настройками, которые используются при создании дизайна. Итак, у меня уже загружена предварительно обработанная специфическим образом картинка. Я выбираю инструмент создать объект с Fumato и ставлю узловые точки в каждый из углов изображения. У меня здесь выбран тип ввода объектов по линии по прямой. Ставлю последнюю точку и выбираю пункт окончания объекта. По умолчанию объект создается синего цвета. Вот второй голубой цвет берется как основной. Этот цвет можно поменять, просто перетянув любой понравившийся из палитры на объект. Оставлю тот голубой, который был. Правой кнопкой мыши параметры и открывается диалоговое окошко параметров. Объекты с Fumato заполняются стежками от 1 до 5 цветов. Цвета видны вот здесь, вот под катушечкой. И раскладываются от светлого к темному в зависимости от выбора основного цвета. Основной цвет можно изменить, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Открывается стандартная палитра Windows. Здесь мы можем выбрать любой другой цвет. Вот и раскладка цветов поменялась. Вернусь к голубому. Либо выбрать инструмент пипетка. Кликнуть сначала левая, потом правая кнопка мыши по любому понравившемуся месту программы. И выбрать пункт меню выбор основного цвета. Точно так же можно выбрать цвет фона. В зависимости от выбранного основного цвета и от цвета фона, программа распределяет плотности в каждом из цветов нити. Любой из цветов можно отключить. То есть мы можем сделать вышивку. Выбрать один цвет или все пять. Любой цвет можно поменять, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав интересующие нас палитры. Здесь мы можем отрегулировать параметры, относящиеся как ко всему дизайну, так и непосредственно к каждому из цветов. Каждой из ниточек. Но начнем сверху. Здесь представлен круг, где мы можем регулировать угол наклона. Угол наклона можно просто мышкой поворачивать. Можно кликать по циферке. Правой кнопкой мыши уменьшаем. Левой кнопкой мыши увеличиваем плотность. Здесь точно так же. Правой уменьшаем. Левой увеличиваем. Также можно изменить плотность, кликнув правой кнопкой мыши по пиктограммке. Открывается диалоговое окно стандартное, где можно подвигать ползунком. Плотность представлена в значении в десятых долях миллиметра. Основной цвет и цвет фона, как я уже говорила, в зависимости от них идет раскладка по цветам нити. В этой части окошка мы можем посмотреть два варианта предпросмотра. Когда нажата кнопочка с катушечкой, нить заштриховывает расположение. На рабочем поле мы видим маски и пороги оттенков, как цвета смешиваются друг с другом. Когда нажата кнопка с глазиком предпросмотр стежков, программа показывает, как стежки будут лежать в вышивке. То есть тоже удобно. Здесь видно, как цвета смешиваются. То есть вот области перехода между оттенками, где сплошное заполнение, это области одного конкретного цвета, а где вот так вот точечками, это хорошо видно вот в этом участке окна. Вот я подношу, видите, как шашечки. В этом месте цвета будут смешиваться. Инструмент пипетка, мы о нем уже говорили. Им берем цвета с изображения для определения основного и фонового цвета. Про маски мы поговорим позже. И теперь вот эта часть инструментов параметра. Здесь у нас представлена максимальная длина стежка. Регулируется точно так же. Правой кнопкой мыши уменьшаем. Значение в десятых долях миллиметра. Левой кнопкой мыши увеличиваем. Максимально уменьшить можно до 50. То есть до 5 миллиметров. В этом окошке у нас представлены стили заполнения. Это традиционная извилистая строчка. И три варианта вот такого заполнения. Эти заполнения появились в более поздних версиях программы. После 2013 года выпуска. Стили можно использовать разные. Для каждого изображения оптимальным будет свой собственный. Ну вот я оставлю тот, который был по умолчанию. Дальше идут два ползунка регулирования плотности для всего дизайна. Первый ползунок. Полная плотность свободных областей. И полная плотность тяжелых областей. Второй ползунок. Это регуляторы плотности для светлых и темных оттенков. Здесь мы видим, чем правее ползунок, тем меньше плотность. И тут аналогично. Для каждого изображения этот регулятор мы тоже подстраиваем под изображение. Ну вот пусть будет где-то так. Следующие два ползунка. Контраст и качество. Контраст позволяет регулировать. То есть, вот смотрите. Меньше контраст, изображение становится более спокойным, более гладким. Выше контраст. Видите, более четкие линии, более резкие переходы. Все зависит от исходного изображения. Качество. Чем выше качество, тем больше стежков, тем более мелкие детали мы можем передать. Чем ниже качество, тем стежков меньше. Допустим, для каких-то изображений, для каких-то элементов изображений достаточно будет меньшего качества. То есть, от инструмента качества тоже зависит количество стежков. После корректировок мы можем нажать на глазик и посмотреть, программа думает, и посмотреть, что у нас получится. Вот мы можем рассмотреть. Видно, как заполняются стежки. Помимо параметров, которые регулируют настройки и плотность всего дизайна, мы можем отрегулировать порог оттенка каждой нити. Это вот этот ползунок. И плотность для каждой нити. Я перейду в режим нить заштриховывает расположение, чтобы показать зоны. Так будет более наглядно. Вот порог оттенка. Как регулируем порог оттенка. Вот сейчас я левой кнопкой мыши кликаю, добавляю четвертый цвет. И у меня зоны с четвертым цветом разрастаются. Если кликаю левой кнопкой мыши, то значение становится с плюсом. И зоны третьего цвета уменьшаются. Вот сейчас видно. Тоже эти параметры регулируются в зависимости от выбранного изображения. Плотность. Если мы видим, я вот переключаюсь на просмотр, при просмотре стежков. Если мы видим, что у нас, вот допустим, белого цвета не хватает, либо не хватает какого-то другого цвета, мы плотность можем добавить. Плюсик левой кнопкой мыши мы добавляем плотность. Минус. Правой кнопкой мыши уменьшаем значение и плотность уменьшается. Ну вот сейчас видно, что просветов на белом цвете уже нет. Когда нас все устраивает, мы можем нажать клавишу генерировать стежки. И программа на какое-то время задумается и будет генерировать стежки. В зависимости от размера изображения, время пересчета стежков разное. Чем больше изображения, тем дольше работает программа. И при просмотре 3D, когда стежки сгенерировались, мы можем посмотреть, какого результата мы достигли. При необходимости все можно поменять. Можно поменять заполнение, можно поменять плотности, менять угол. Менять в общем, менять можно все. Но все настройки исключительно индивидуальны, в зависимости от вашего изображения. В своей работе я остановилась на вот этом варианте. И сейчас буду его вышивать. С вами была Таня Птерис. Всем хорошего настроения, удачных дизайнов и легких стежков. До встречи!